За последние 10 лет село Беранда в Лазаревском районе Сочи преобразилось, отмечают местные жители. Сейчас есть все для комфортной жизни. Дороги, освещение и газ. Бытовые условия здесь уже приблизились к городским. У нас провели лет 10 уже тому назад газопровод. Это одно из важнейших объектов, тяжелых таких больших средств требуемых. Потом у нас в дороге в достаточно неплохом состоянии по сравнению с другими селами. У нас в хорошем состоянии дорожное покрытие. Воды у нас вроде достаточно, бесперебойное водоснабжение у нас в цели. Но очень нам нужна была эта школа, которую наконец-то нам дали. Пока это всего лишь большая стройка на территории действующей сочинской школы номер 88. Здесь только заложили фундамент. С инициативой строительства малокомплектной сельской школы депутаты обратились к мэру курорта не случайно. Основное здание 88-й школы было построено в середине прошлого века и с тех пор не видела капитального ремонта. Пока возводят новое здание, 182 ребенка продолжают заниматься в старом корпусе. Учебный процесс не прерывается ни на минуту. Микрорайон нашей школы охватывает такие отдаленные участки, отдаленные селы, как верхняя якорная щель, верхняя детляшка, верхняя беранда с 55-го километра. И многие ребята приезжают даже не из нашего микрорайона. Все наши дети задействованы во всех школьных мероприятиях, районных, городских. И наша общественность настолько приятно удивлена, что все-таки стройка продвигается. Но уже через год на этом месте появится современная школа со всеми условиями для учебы и плодотворной работы. К ней будет пристроен и детский сад. Всего комплекс будет рассчитан на 400 мест. Ежедневно контролирует стройку депутат городского собрания, почетный житель Сочи, Давлитбей, Хачемизов. Сегодня тяжело с бюджетами только в Сочи, но по всей России мы должны это понимать все. Для этого раз выделены деньги, их надо осваивать. Вот единственная первая школа, в которой предусмотрен спортивный зал, два мощных отсека, школа сама по себе, четыре этажа и пристройка, детский сад. Больше всего ожидают открытие школы, конечно, дети. Мальвина Килишьян мечтает, как будет выглядеть новое здание. Там будет очень большая красивая библиотека, классы красивые будут. Ну, я думаю, еще снаружи красиво будет. И поле красивое будет, большое. Поле для физры, для футбола. Я буду учиться в новой школе на одни только пятерки. По подсчетам специалистов, только в школу села Беранда пойдет около 50 первоклассников. Для малокомплектного учебного заведения это огромная нагрузка. Поэтому депутаты поручили ускорить темпы работ, чтобы первый звонок в обновленной школе уже прозвенел в День знаний 2015 года. А вообще, в ближайшие пять лет в Сочи, по официальной информации, должны построить 12 новых дошкольных учреждений и 11 пристроек к уже имеющимся. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.